о том, как появилась татара, чтобы опоганить весь мир Киракос-Ганзекицы. Все рассуждения наши до сих пор были предисловием к истории этого племени, о котором милостью Божьей мы собираемся рассказать. Я думаю, что многие еще расскажут о том же, все их повествования будут беднее действительности, ибо бедствие, постигшее его из страны, превосходит рассказываемое нами. Наступил конец света, и притечи антихристовы предвещают пришествие сына погибели. И нас смущают откровения святых и боговдохновенных мужей, внушенные им святым духом, предостерегавшим их от грядущего, и особенно не ложные веления Спасителя нашего и Бога, который говорит, восстанет народ на народ и царство на царство, и это, говорит, будет лишь началом терзаний. А также пророчество патриарха нашего святого Нерсеса, который предсказал гибель страны армян от племени стрелков. А мы собственными глазами видели разорение и муки, постигшие все страны, и причины появления их таковы. В стране, находящейся на Дальнем Северо-Востоке, которую они на варварыском языке своем называют Каракарум, на границе Гатия, среди множества неведомых и неисчислимых варварских племен, проживающих там, жило племя, называемое Татарами, во главе царей которых стоял человек по имени Чингисхан. Пришло время ему умирать. Но еще до кончины он созвал к себе все войска и трех сыновей своих и сказал, обращаясь к войску, вот я умираю. Одного из сыновей моих, присутствующих здесь, по своему желанию выберите себе царем вместо меня. И они ответили, кого ты сейчас соблаговолишь выбрать, тот и будет нашим царем, тому и будем мы верою служить. С того дня, как он родился, слава и величие мое росли день ото дня. Ну вот я сказал вам всю правду, поклонитесь же тому из них троих, кому пожелаете. И татары подошли и поклонились младшему, чье имя было Актахакан, отец возложил на него корону и умер. А он, как только получил царскую власть, собрал большое войско, неисчислимое по величине, подобно песку морскому из своего собственного племени, которая называлась муглтатарами, из хазар, из гуннов, из гатийцев, из анкетанов и множество других варварских племен, явившихся с имуществом своим и станом, женами, детьми и кибитками. Он разделил их на три части, одну послал на юг, назначив главным распорядителем одного из своих верных и любимых людей, другую — на запад, а вместе с ними и сына своего, этих он послал также и на север, третью он послал на северо-восток, назначив над ними одного из вельмож своих, по имени Чермагун, мужа мыслящего и мудрого, удачливого в военном деле, поручив им разорять и разрушать все страны и царства по всей вселенной и не возвращаться к нему, пока не захватят весь мир и не подчинят его своей власти. А сам он остался в той стране, не заботясь ни о чем, предавшись еде и питью, удовольствием и строительству. Войска его, направившиеся в разные страны света, разоряли страны и гавары, не спровергали государство, отнимали скарб и имущество, угоняли в плены и обрекали на рабский труд молодых женщин и детей, то посылали оттуда на далекую чужбину в свою страну, к царю своему, Хакану, то держали при себе, для нужд и службы в своем хозяйстве. Войска во главе с Чермагуноином, выступивший на восток против султана Джалаладина, владевшего Харасаном и окрестными областями, разбили и изгнали его вместе с войском. И обратили его в бегство, как мы выше рассказали. Они постепенно разорили всю страну персов, от Апатакан, Дилем по порядку обчистили все, дабы не осталось никаких препятствий на их пути. Захватили и разорили также большие, великолепные, изобилующие всем города Реи и Сфахан и снова восстановили их под своим именем. И так они поступали со всеми странами, через которые проходили. И вот пришли они со всем своим имуществом и множеством войск, достигли страны Агванг и плодоносной и плодородной долины, называемой Муганской, полной всяких благ, воды, древесины, фруктов и дичи и расположившись там, разбили шатры свои. Так они делали всегда в зимние дни, а в весеннюю пору разбредались в разные стороны, производили набеги и опустошения и снова возвращались туда, в стан свой.